добрый день дорогие зрители с вами главный тренер медийной футбольной команды fight night дмитрий смирнов у нас очередной обзор тура и с нами сегодня в гостях идейный вдохновитель руководитель футболист медийной футбольной команды банка какой все знают комьюнити фил воронин всем привет здравствуйте спасибо что пришел фил очень рад здесь оказаться как специалист в футболе посмотрим твой уровень познания да да интересно даже и давай начали несколько вопросов как вообще в футбол почему мы так как ты связан футбол может детстве занимался или куда может пришел на игру как там азаман говорил что пришел на какую там игру увидел как играют он там понравился захотел создать свою команду вообще как связан футболом и как это перешел в медийный футбол я не знаю как-то в детстве начал смотреть футбол причем мне кажется если честно я из тех мазохистов кто сначала российских смотреть и почему-то его полюбил а потом уже чемпионата мира лиги чемпионов дать вот это где-то я 92 года четко помню там в 2001 2002 чемпионат россии начал смотреть с это еще уродская графика когда было вот это я там играл я помню эти фантастические поля я даже вас помню вас два дмитрия смирнова были и кого-то из вас называли я александрович да по отчеству да на ты хорошо я может быть ты просто высказал что мы с николаевичем вспомнил но когда вспоминаешь 20 лет назад тяжело на ты быть да я помню дмитрий смирнов в луч в ладивосток был да еще вот на столь это глубокие болельщики знать а за какую команду пережил за цск за цск да и это причем случилось как-то вот так в детстве что же просто по какому-то вообще тупому стечению обстоятельств либо по какой-то тупой причине выбираешь форма красивая как раз на синий братья березуцкие понравились мне тогда про это говорил да просто смотрел золотой матч локомотив цск и цск проиграл я такой ну за победителей болеть неинтересно буду болеть за проигравших а ты застал золотой вот я тогда еще помню даже тетрадки вел и вклеивал из разных там газет из разных журналов про каждую команду хотел сделать какой-то досье ну первый процесс к сделал круто раз за который болел а я в детстве перебил там чемпионаты мира такие дела там вот эти нарезки и таблицы на думаю чемпионат мира на год позже было 2002 первый который я застал чемпионат европы который до этого был мне не разрешали смотреть я у тети в москве был меня отвозили на лето в москву к тете ну не в москву в подмосковье дедовск вот она телевизор не разрешала смотреть я просто краем глаза какие-то югославия голландия 3 3 я такой ну что-то такое запоминал вот а вторая команда про которую начал делать почему-то спартак алания была влади кавказ я не знаю почему может и загазаева и на этом я закончил вот а потом просто смотрел и играл просто во дворе там во дворе на дороге у бабушки и так далее каких-то и футбол никогда не занимался говорили по здоровью нельзя и просто так с детства наверное любовь к футболу получилось ну ты известный очень в там юмористическом мире как ты попал именно в мфл у нас офис comedy club production и где все юмористы авторы продюсеры все работают и футбол многие любят если честно наверное топ-1 увлечений из всех кто рядом и знакомых и мы просто собирались играть там 7 на 7 5 на 5 6 на 6 нам оплачивали просто как корпоративный футбол на два раза в неделю нам кто-то по моему серега шеюнов как-то вышел на нас он тогда вам калибру да и он говорит не хотите сыграть сам к вам и такие чуть такое вообще даже ну типа даже я не знал насколько этом за всем стараюсь следить игры не знаю что такое мкал антики ну типа блогерская команда таки то давайте сыграем и тем более 11 11 практически никто не играл никогда в жизни но и типа только 11 на 11 сыграть вот как раз на вашем месте работе на янтаре играли строгину и приезжаем 11 11 болельщики ребята выходят как не то что даже звезды как будто они не знаю сериала какой-то просто не рассказываешь мне такой же был знаком с сам калом я меня попросили потренировать чемпионат sports.ru попросили потренировать я их тренировал потом у них какая-то игра вы дмитрий саныч давайте потренируйте и сыграйте его ну хорошо выхожу на вот как ты говоришь на поле а там они что не их там не с плакатами что не на руках выносят мое было знакомство медиафутболом я после этого также начал следить ну а тут у каждого какая-то там селфи палка с камерой прически какие-то там с квадрокоптеры снимают и такое вообще куда я попал что это такое мы сыграли с ними 4 3 сыграли проиграли но просто такие эмоции яркие были не после этого такие а давайте сами играть мы таким давайте сами играет создали команду камеди сыграли на первом мкс на втором мкс сыграли причем на втором мкс мы уже когда играли там после первым к с конфликт был и на втором к с не хотели идти командой и мы с серёгой клепиком это которые сейчас креативный продюсер десятки занялись командой comedy поиск тренера форму короче все орг моменты на себя взяли и за месяц прикольный такой достаточно коллектив собрали первый матч круто прошел там с ничего обычного играли это финалист мкс до 3-0 вели после первого тайма 3-3 сыграли но учитывая тогда это невероятная сенсация была и короче как-то классно тоже время провели вот и наверное от оттуда вот и у серёги осталось что команду хочет создать десятка там появилась у меня вот чуть позже это сыграло потому что в мкале долгое время и был и есть по сути вот и такой как бы острой необходимости не было и из приколов еще тогда первый матч когда камеди мкал был тренером был медведев который сейчас но тогда без анекдотов можно он наоборот у нас набрался тогда когда тренировал вот но восходь дебют был достаточно да еще три-четыре а я сыграл 17 тогда первую группу там каллы там болельщики вообще были в восторге а и как раз десятку не могла пасть была возможность была возможность но ни разу не находил четкого смысла туда уходить потому что как только они появились и в мкале в целом я достаточно игрового времени было и в целом все устраивало естественно и устраивает до сих пор вот какой-то причины там футболь на не было уходить какой-то причины медийной ну тоже все равно я там со всеми кто в десятке так общаюсь и тут все равно какая-то другая сфера получается я бы сузил немножко круг своих ну и плюс любовь к мкалу коллективу к ребятам каждый раз не мог найти какую-то причину для того чтобы уйти но разговоры были периодически они возникали вот я даже к ним на тренировки просто ходил вы просто но какого-то там конкретного что завтра перехожу не было а по креативу как раз как думаешь чего не хватает медийной футбольной лиги чтобы более интересно для зрителей ну наверное какие-то отличия должны быть у команд друг от друга чтобы вот камил правильно говорил они гивенванды когда при чем отличаемся там один набор с какие-то да 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 типа зачем мы здесь зачем мы в этой лиге мы лиге чтобы вот дать вот это а мы в этой лиге для того чтобы дать вот это мы в этой лиге чтобы просто какой-нибудь например болельщик который еще не определился за кого болеть он включает и такой как ему понять ему болеть за титан условный или за ну чисто питер ладно принадлежность городу хотя тоже казалось что это будет гораздо более объемная и масштабнее но в целом наверное покупку лиги там плюс-минус команды там и отличаются но вот там титан например рокет то есть рокет команда как музыкальная заявлялась музыкального лейбла музыкальных песен мы больше сделали музыкальным в этом сезоне только декстер понравился своему понравилось это можно сказать по-разному но его хотя бы узнали вот это то есть рокет лотус плюс-минус одинаковые команды именно по идее своей вот а дальше как-то но не развивается но я тоже знаешь я так скажу окажись я в этих командах не не сказать что я придумала что вам делать потому что во верх легко из с нуля создавать когда с нуля создаешь что у тебя вообще поле на него можно что угодно построить да а когда команда например тот же титан существует уже более 10 лет насколько я знаю тяжело им что-то перепридумать так чтобы они стали какой-то концептуальной командой но это 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 действительно тяжело то есть тут не командам претензии ты же спросил типа в идеале что да да это было но чтобы все команды отличались друг от друга ну как например с народной команды что они там забрали болельщиков спартакасе они ходят на матч если бы там ска ростов например играл бы в ростове каждый каждый тур них одна игра была она там собрала стадиона то есть тут был вообще у тебя вопросов не было что это за команда ты такой команда из ростова команда с историей команда басты все и никакую концепцию не надо придумать по поводу банки как думаешь чем банка интересно для зрителей но у вас есть свой болельщик понятно ну ну тоже болельщик прикольно что он действительно появляется свой в начале все думали что там фанбаза амкала будет ходить и типа просто придаток амкала вот я замечаю что там приходят реальные ребята которые для которых мы типа первая команда вот и как говорил в детстве много не надо да где-то по телевизору случайно видели в ютубе включили да ну пусть это там реально сейчас увидели фидоса на воротах вот за кого тоже тоже хорошо у меня друзья пришли впервые на футбол вообще вообще впервые в жизни друзья одноклассники одногруппники из белгорода и они сказали по-моему фидос говорит самый харизматичный не то что футболист а человек в мире в принципе трудно спорить они еще пришли на этот стадион москвичном же если сидишь у тебя 90 процентов поля не видно к сожалению вот и они единственно что видели на фидоса весь первый тайм это их самое яркое впечатление есть еще у людей психологический такой прием иногда подсознательно за слабого если выиграет это будет там подарок подарок да да если проиграет типа ничего ничего страшно поэтому многие болеют за слабого многие болеют за за аутсайдера как у нас было когда мы в квн играли мы не были слабой команды у нас шутки смешные номера смешные но люди когда видели что в одной команде там 15 человек а у нас двое они подсознательно уже за нас были типа они же вдвоем как же так даже футболистов пробуждается какие-то идеи он такой отдавая на матч так выйду давай я такой придумал давай что это такая среда где ты можешь не только этом по футбольному стараться творчески думать да да творчески думать там у некоторых инициатива прям сильнейший там газ и не знаю во втором молодых вообще обрел на матче тв по-моему только про нас и рассказывает сейчас я думаю я думаю выгонит скоро оттуда когда слова банка услышат вчера камилл узнал что что ты мой гость и хотел узнать может быть ему как он дебютирует в качестве игрока или тренера это надо обсуждать к сожалению сейчас камилл не может играть тому что у него травма не камилл мы обсуждали кстати постоянно и вот все сходилось на том что я говорю у него вроде травма ходил либо с коленом либо что-то вот а так очень много обсуждали мы даже в каком-то туре на вас должны были попасть и что-то мы на вас думали по моему какого-то корреспондента из файт найт хотели чтобы он ходил по бровке мне говорили девушка которая смешно интервью берет и она как раз там коля лайкера подругой мы хотели на матч с вами чтобы она ходила как у бойцов интервью бра вот я ее не помню а камилл вообще супер мне честно очень нравится его увлеченность именно очень нравится его восприятие реальности да то есть он не находится в каком-то вымашенном мире вымашенном мире и в пузыре который он сам себе придумал он просто четко находится в реальности в которой мы живем отмечает позитивные моменты отмечает плохие моменты отмечает позитивные моменты у своей команды отмечает негативные моменты ну то есть мне кажется камила максимально объективный человек в этом стопроцент комьюнити и всегда как-то к месту даже там какие-то ваши круги иногда смотрю когда вы перед матчем играете он такой мы еще не обыграли тут дротс надо сегодня обыграть тут дротс чтобы претендовать на это взяли обыграли понятно на вторую гружи уже нет не было такой мотивации на самом было было хорошо вот если ты хочешь всегда быть первым и получать наслаждение от игры загляни в описание там тебя ждет специальный бонус что переходим футбола да давай начнем с вашей игры я просто думаю кого-то тренера на следующую игру взять потому что очевидно что шама да ну а чем он опрашивается но как будто надо что-то придумать кстати опять первый тайм ну хороший на равных я бы сказал бы не лунького там преимущества у ска что не хватает в втором тайме не знаю там тоже мало тренируетесь физически не готовы или соперник дожимает там знаю включает дополнительные скорости как думать сейчас по первому тайму тоже скажу по первому тайму я же вышел впервые в этом в основе и там я периодически выходил там других сезонов вот в прошлом забас выходил против амкала и против родины и вот сейчас вышел против ска и честно мне показалось темп сейчас гораздо еще гораздо выше чем в прошлом году потому что прошлом году или в прошлом сезоне прошлом сезоне я так называю да потому что я даже когда за бас с родины выходил прям сильно не не катастрофически устал а тут ска сразу с первого этого начали идти там в прессе начали теле и первый минут пять было прям тяжело не из-за того что я на поле было того что ска хотели прям сразу забить голову мы перетерпели это опять же во всех матчах перейти если быстро не пропускаем процентов дальше уже нервничать команда начинает соперника вот и мы там где-то мне кажется последние там 15 минут тайма ну скорее за нами были даже ска там уходили в раздевалку говорят ни хера себе там нас прижали хотя там там сверх явных моментов стопроцентных не было у вас были полумоменты подходы хорошие но их много и узка не было узка был один момент когда фидос выручал и все в принципе тут вопрос что у вас мы уже это и с васи здесь маврина обсуждали у вас футболисты на самом деле собраны это неплохие как бы как он говорит у всех соблуждение что вы там играете там каким-то непонятным лиц в целом хорошая обойма состав ну то есть слева в нападении новичок сильный под пятым номером нет центр поля то хороший алексеев стрельник вот новичок как раз по моему он воспитанник краснодара и в строгино по моему миша стрельник я еще думаю он это или не он вообще хороший у меня хорошие перспективы были у него он очень сильный он у нас провел всего лишь одну тренировку я смотрел и не мог понять он это или нет у нее исполнение очень хороший удар бьет передачи да и к шайну к шай в целом к шай просто когда у нас у нас просто мы столкнулись с тем что у нас был костя мишин первые два тура и он классический опорника он играл у нас без замен от кости и глиб у нас играли без замена все остальные менялись потому что позиция сам такая ключевая и у нас кости сломал ключицу а глеб вылетел по дисквалификации мы на тур остались вообще у нас ни одного опорника просто даже примерно нет это вы когда белоруссию поехали да 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 и просто ну там из-за того что внутренние резервы все собрали там у нас саша долг не играл на нас был просто сезон предыдущимся не предыдущему там сезон назад ну вот и он был в опоре к шай который в целом не сильно любит обороняться он больше любит как как говорят там на чистых мячах и так далее бить раздавать и и вот им всем пришлось а сейчас очень хороший центр поле получился вот дима мишин уже так в основу прям тоже без замен практически играет на крайнего защитника и нападение вот сухов из титана как раз строгинский воспитания очередного года и в белгороде играл играл феликсу кстати очень много по времени играет у нас вот у зота спросил они же они же как то тут играют то справа то слева в паре страховый и зот говорю вообще в шоке что феликс предыдущие сезоны не играл ну феликса за предыдущие сезоны за все 55 минут сыгранных у нас сейчас уже по 300 и он говорит да не в порядке вообще абсолютно не выигрывает и борьбу и вверх там если на мяче хорош вот так что понятно да что у нас состав там старостин пришел тоже знакомым всем футболист я не говорю что плохой но у нас состав из людей где там бара за прошлые сезоны сыграл уже меньше чем тут за 5 туров феликс сыграл меньше фидос вообще не играл филипп воронин но это даже кашаев чемпионском сезоне за титан он сыграл 80 минут а у нас все 80 да 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 у нас уже сыграл там под 300 минут то есть тут прикол что команда то не слабая но мы ее собирали чудом чудом это как вот в человек который изменил все было вот есть богатые команды есть бедные дальше 50 метров говна и вот тут мы и мы вот так собирали и для этих условий мы собрали очень хороший состав то есть мне по футбольному очень нравятся игроки которые у нас есть но объективно там в других бы командах многие вряд ли бы играли так что приходится за счет этого в чем-то и терять внимание на капитану вопрос про пассивность овсайда и непассивность ну то есть он во всаде явном его тут когда идет пас он на него дергается а потом останавливается мне говорят если дернулся на мяч остановился это уже не пассивный офсайд потому что на него и среагировал и вратарь и защитник мог среагировать и даже я спрашивал бокового он говорит ну типа это не пассивный сайт то есть тут можно было просто трактовки вопрос трактовки да и мне интересно потому что и ну я в этом правилах даже в тот момент еще было раньше чуть-чуть побыстрее в этом туре как раз было несколько ошибок судейскими конечно разберем но тут она не такая ошибка как вопрос трактов ключевая она как бы везде потому что и в матче родина с десятка тоже вопрос трактовки в нашем том случае нам тоже забили гол тоже нам сказали ну я так трактую вот и мне кажется баре очень тяжело было этот матч еще играть он два матча подряд без замен сыграл в бресте он шикарно сыграл и тут тоже очень старался но два матча и мне кажется для него тяжело без замены играть и хорошо было бы если бы наверное чуть-чуть поменяли во втором тайме просто для того чтобы подышать потому что вышел злобен и как раз он этот фланг очень сильно напрягал и в какой-то момент уже не успевали не только это не только бара но и вообще эта часть поля вот вы взяли в конце красный мяч естественно вот тут тоже вопрос по красному мячу при 1-0 как думаете всегда надо брать красный мяч или лучше забить белым и хотя бы шанс на булиты потому что если пропустишь то уже все не я думаю что есть оставили остается пять минут я всегда беру мне кажется это логично в этом и прелесть этой линии до 100 процентов вот тут тоже тоже заблокированного удара началось быстро так искал бегает а вот вопрос кстати так да так прямо не смотрел как думаете не успевал он подкатиться под мяч сейчас передачу да сейчас вот на фланге они бегут я помню здесь как будто преимущество есть не успевал докатиться чтобы выбить наверное нет скатился бы выключился за игра так все где-то на шаге повезло да не носка тоже очень хорошая команда и и даже не обсудили за игрокам и по всему мне даже кажется что ты не угадаешь когда они сильно играть буду потому что у них по сути два состава и тот же одис который мне очень нравится он там большинство матча сидел с нами в основе вышел там злобин который нравится вышел только под конец вот тут тоже люди говорили что могли отдать нагучу пробить еще что-то но мне просто кажется учитывая вовлеченность каша и учитывая как он отдается как будто поощрить его и дать гипотетическую возможность в гонке бомбардиров мы понимаем побороться вырваться вперед но хочу отметить кто не смотрел матч посмотрите последние хотя бы пять минут роман нагучев что творил у него две голевые практически состоялись он заработал я выключил в конце концовки после 03 он заработал угловой по моему он собирался подавать угловой и нагучев очень вышел классно что не хватает во втором тайме мне кажется ключевое это обилие игроков у нас и у нас обойма нет наоборот задача задача всем всем поиграть и от этого ломается это мы условно играли мы обоймой в 16 человек наверное для результата было проще но тут тут просто прикол в том что даже на скамейке есть качественные очень футболисты которых по-хорошему нет причин не выпускать но и по-хорошему нет причин с поля убирать футболистов у которых например пошла игра там на судили в первом тайме и например есть там позиции которые можно менять часто например насколько я понимаю вингеров можно менять часто потому что он 10 минут взрыва напрягал до взрыва на я поменял следующего поменял следующего поменял следующего а вот центр поля менять очень тяжело и неспроста у нас первые два тура вообще без повторюсь играли глеб и костя мишин и справлялись шикарные они первые два тура мы с чистопитером вообще по сути мне кажется как минимум мягко говоря не хуже были сроки там и тоже как минимум не хуже были вот когда приходится менять может тогда что-то разрушится но и гораздо тяжелее выдерживать натиск в начале второго тайма потому что но я просто представляешь там раздевалки происходило и если они уходили на перерыв и говорили блин хера себе там вы нас возите потом конечно второй тайм они гораздо лучше сыграли и тут молодцы ну и родина также вышла и нам надо так уважаемый николай осипов давайте засчитывать очки за таймы я посчитал что если по таймам у нас боже девять очков было хорошая хорошая показатель чтобы еще воролись бы кстати после этой игры я читал в пабликах чтобы потеряли да или кита математический шанс там остались математически есть 20 что-то как будто разница потеряли сезон провален как говорится аппетит приходит во время еды и вот как минимум после матча с брестом ну там явно не ноль очков было заслуженно хотелось больше и просто психологически тяжело четыре игры проигрывать любой команде там лото сейчас четыре проигрывает особенно когда там тебя выносят ладно без шансов это окей а когда в двух из четырех ты как минимум мог зацепиться а если вспомнить что с родиной там до удаления тоже там плюс-минус я вообще в шоке был когда вы смело первый тайм не понимал что происходит не понимал что происходит думал как так я честно это я в сочи было у меня выступление было я сидел в лобби баре смотрел матч я думал если так продолжится но я из очень не уеду потому что ко мне подходит этот видит как я радуюсь первый тайм он такой еще 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 я говорю сейчас выиграем подождите подождите сейчас выиграем и не получилось спасло меня стрел это ж первый его матч был в футболе. Я в целом азы ему все объяснил. Он наш матч осмотрел до этого. Я просто ему говорю, ты посмотри хоть куда ты едешь вообще, потому что ты едешь в 14-ю команду линии. А как на него вышли? Как он вышел на вас? Ну, если слово чудо скажу. Чудо? Коротко ясно. Я ему в целом все рассказал про красные мячи, про челленджи говорю. Если уверен, что на тебя красные или пенальти, типа проси челлендж, потому что так в арне пойдут смотреть. У него два момента было. Штрафной какой-то, стенку, он только считает 8, судя 9, 10, 11. Он говорит, ты что, дура, какие 11, 9? Он говорит, 11, 9. А второй момент был, что он говорит, вижу на часах 0-0, говорю, о чем мы до сих пор играем, не понимаю. Но в целом, он говорит, очень прикольное ощущение. Говорит, папа смотрел матч, говорит, а почему вы 3 пропустили, вы же 2 пропустили. У меня в первый раз родители такой же вопрос задали, когда я первый раз смотрю. Вот тут прям на днях такое интервью с Крапом большое, информационное. Может быть, банка даст возможность поиграть Крапу? Ну мы же, я с Крапом 3 часа своей жизни потратил на столе, объяснял ему, что ему лучше к нам перейти, чтобы он играл. И он не услышал, просил там деньги какие-то сумасшедшие, которых у нас нет. Я думаю, просто, ну, уже поезд ушел. Крап выпустил возможность, да? Да не то, что выпустил, я думаю, вряд ли бы. Честно, не уверен, что Крап бы у нас в команде прям кайфовал. Так что, я думаю, тут нет, что он сделал неправильный выбор и так далее. В целом, кстати, вот как показала сезон и как показала жизнь, все сделали правильный выбор. И все, кто у нас оказался, молодцы. И те, кто у нас не оказался, там Гуди тот же, долго выбирал между нами и Родиной. В итоге в Родине у него все хорошо, шикарно. Вообще ноль вопросов к нему. По Эйтану также, я думаю, он у вас доволен, хотя мог в целом и у нас быть. Ему у нас это очень нравится. Да, Крапу, мне кажется, надо, Крапу нравится быть вот в этом положении, зависнуть в середине и туда и сюда бегать. Ему не тут хорошо не будет, не тут, ему вот тут нормально будет. Так что звать его и ждать уже смысла нет. Все, переходим к следующим играм. Первый тур открывала классика уже. Классика. Файт на Эстудроц, москвич, 6 часов вечера. А вам даже время стоит одно и то, что вы с ума сошли, да? Походу это уже как в прикол решили сделать, потому что уже хотя бы в Красногорск бы вас отправили, просто чтобы картинка сменилась. Я так понимаю, что действительно, как тоже, как мем уже что ли сделать. Пятница вечера, все вечно. Файт на Эстудроц. А формы меняете хоть? По-моему, второй раз черный, что-то были в красный. Ну так, мы меняем. И они тоже в Тиффани успели поиграть. Ну, за 4 тура, да, и составы поменялись, и формы, и, в принципе, игра. Ну, она на самом деле, если так крат сказать, она одинаковая. Похожая. Такая она равная, достаточно равная игра. Все предыдущие игры так было. Момент у них, момент у нас. Здесь прямо очень хорошая комбинация. Да, вот здесь была вообще шикарная. Миша вывели, конечно, Долгушина великолепная. Причем он с этой точки уже за Матч ТВ, по-моему, забивал. Это причем, да, я сказал, комментатор. Да, Тудроц. Вот. А так очень классно вывели. Скажу спасибо нашим ребятам. В целом, хорошая игра. Первый тайм вообще был хороший. В целом, опять же, мне понравилось. У нас здесь было два шикарных момента. Вот здесь. Да, вот это классный пас вообще. Сычок, к сожалению, для нас успел прервать передачу. Кстати, ваш мяч почти весь смотрел до момента, пока не приехал на стадион к нам. Может, подряд шли. Да. Вот. И уже голы. Гол засчитанный, не засчитанный уже не видел. Хорошая быстрая атака. Ну, вот чистая обстоятельства. Вопросов нет, конечно же. Сегодня разобрался. И вот тут гол. Ну, тут перед голом, кстати, в обзоре, к сожалению, этого нет. Рука, да? Да, спорный момент. Мяч попадает в руку нападающему, но он изначально попал в руку нашему защитнику, потом в этой же атаке нападает в руку, вот там он играет в атаке. И судья говорит, ну, я и туда не свистал, не туда. Пошла атака, штрафной, с этого штрафного он забили. Я, как обычно, конечно, скипел с этого, ну, потому что рука есть. Ну, ставь-то там нашу сторону. Ну, Гарбанец же так и говорил ему, он говорил, тогда пенальти ставь что-то, если в руку попало. Там за штрафной было, там не могло бы пенальти быть, да. Ну, вот пример, да, он говорит, ставь пенальти, что это непонятное решение. Ой-ой-ой. Здесь моментик был очень хороший у нас еще отыграться. А он в этой игре пытался перекинуть еще Сычева? Да-да-да. Вот этот момент. Ну, и со второй раз, второй сезон подряд, заговорил бы, что это было бы шикарно. Да. Но далековато, к сожалению. Мне еще что-то казалось, что преимущество по игрокам у вас там было, что можно было не перекидывать. Поэтому, ну, еще прям похоже по содержанию, по качеству игра, в которой решают эпизоды. В этот раз дроту забили, нам не удалось это сделать. А нет соблазна, вот, например, если каждую неделю играть с одной командой, полностью состав поменять на игру, чтобы хотя бы свежие какие-то эмоции у игроков были? Ну, либо они полностью, там, процентов на 70-80, или у вас... Соблазна, может быть, есть, но я думаю, что, ну, с к сожалению, мы в качестве потеряем. Это понятное дело. Я думаю, что, наверное, и Тудрос, Викторич, тоже, наверное, поменял бы, но тоже понимает, что в качестве терять не хочется. Потому что все-таки, ну, мы, наверное, не в обиду ребятам, там, не обладаем двумя равными составами. Мы можем, там, 3-4 замены сделать без, как так, без потери качества. Больше, наверное, нет. Еще невероятно смешно будет, точнее уже, я думаю, вы застрелитесь, если в плей-офф попадете друг на друга. Мы рассчитываем в финале. Ой, ну, это, конечно. Ну, нас ждет пятая игра. Кстати, вот тут прямо, давай, к регламенту тогда к этому обратимся. Понятно, что регламент для всех одинаков, понятно, что уже даже сейчас говоришь, что где-то там недоработали. Насколько вот вообще так справедливо вряд ли может спорить сказать. Ну, смотри, мы играем 5 игр в Тудроц, а кто-то играет не в обиду, там, с Чистопитером, с Банкой. Ну, представляешь, насколько это... Ты как считаешь? Ну, вот я возвращаюсь к Rocket Team. Они, по-моему, если не ошибаюсь, набрали 7 очков. Из них 4 с нами, да, да, да. И 3 с Лотусом, да. А у нас, получается, 5 игр с Тудроц, чтобы ты понимал, мы играли с Родиной и с Титаном. И, ну, понятное дело, что нам набрать очки намного проблематичнее. Честно, справедливости, в принципе, тяжело ожидать в каких-то моментах в этой лиге, потому что... Ну, действительно, регламент экспериментальный. У меня тут единственный вопрос. В комментариях там писали, я видел, я сам не проверял эту информацию, но почему-то выглядит как правда, что если закинуть там какие-то нейросети или компьютеры, я не соображаю вообще в этом ничего, закинуть просто все варианты сценариев лиги, то, что одна команда сыграет с другой там 4 раза, была вероятность там около 40-50%. То есть это... А, вот так? Да, да, это не случайность. При всех вариантах... Просто так попало, что это вы. То, что какая-то команда сыграет с другой там 4 раза, там вариант от 30 до 50%. Такое мечтало не слышно, да? Да, то, что 5, там 0,18. Тоже 18%, это, ну, нормально. Это 1,5. И у меня вопрос, почему типа лига это не сделала перед сезоном, чтобы понять, возможно ли это... Ну, а ты бы вот такой регламент изменил бы, подкрутил бы что-то или сказал бы, ну, все, не работает. Я бы точно изменил, я считаю, что... Нет, изменить его надо. И в смысле, можно ли оставить такой, допустим, на будочку этот эксперимент или сказать, что не сработало точно? Мне кажется, нет. Ну, мне даже в Лиге чемпионов странно там... Сейчас на нынешней. Да, учитывая, что там Брест идет вверху. 6 очков у них за 2 матча, и они сыграли 2 первых матча с двумя австрийскими командами. Почему так получилось вообще? Как это может быть? Ну, то есть там Борусия играет тоже 6 очков с одними командами, а тут 2 австрийские. Чемпионат Австрии, что ли, начался? Я не понимаю, как это и получается. Вот, и тут, соответственно, тоже, мне кажется, я этот даже аргумент использовал, когда говорят, там, банка мешает спортивному принципу. Да тут нет спортивного принципа, когда одна команда играет с другой 5 раз. Это уже не спортивный принцип. Ну, такого не может быть ни в какой Лиге. Поэтому это всем надо пережить, надо просто понять, что случилась ошибка. Такого быть не должно. Ну, и не стараться в некоторых моментах изобрести велосипед. Есть два принципа. Либо групповой этап, либо швейцарку. Играют, но швейцарка для футбола как будто не очень подходит. Да, не подходит. Она больше для шахмата, для киберспорта. Поэтому я бы возвращался к групповым этапам. И причем в группах как будто интереснее. В группах у тебя фокус внимания всегда на четырех командах. На соперников, конечно. А тут непонятно, с кем играешь. Да, есть такой момент. Ну, и, соответственно, я тоже это про Лигу, чтобы не думали, что Медиалигу критикую. Мне почему и формат Лиги Чемпионов не нравится? Вот ты смотришь на вот такую простыню из 30, сколько там, 32 команды? Я не до конца даже разбирался в регламенте. Каждый тур открываешь, и у тебя даже нет ощущения от андердогов сенсации. Ну, типа, там сверху идет Брест. Вау, круто, 6 очков сверху. Потом ты смотришь, с кем играли, такой, а, пофиг. А в группе, когда, например, какой-нибудь шериф обыгрывает Реал, ты такой, ой, нифига себе. Как Батте, я помню, в свое время шумею. Да, ой, нифига себе, неужели Батте обойдет Ювентус? Потому что им надо обойти одну команду, чтобы случилась невероятная сенсация. А тут что должно произойти, чтобы люди такие, а, вот это офигеть, как? Ну, то есть, короче, мне кажется, возвращаться на догрупповому этапу... Если убрать негатив, смотреть с позитива, ну, зато это везде обсуждается. Пять игр в Fight Night, знаешь, нет-нет, после каждого тура опять, там, комментарии посмотришь, половина комментариев про пятую-четвертую игру в Fight Night. Это все равно людям запоминается, хотя это запоминается, может, каким-то негативом, но все равно, как говорится. Мы, когда два раза подряд на Рокетов попали, два, не пять, два, у нас уже было, типа, у нас настроение плохое, тот же... Я единственный сейчас рад, что у нас не повторяются соперники. У нас, кроме Рокетов, все соперники новые, ну, свежие эмоции, свежие, там, идеи. Но мы даже тогда там выкладывали, как День сурка был фильм, но для вас это реально День сурка, вы уже должны этот будильник из фильма просто... Вот, хотел сказать, да, да, остаешь. Разнести рукой. Давай, двигаемся дальше. Литенежи Броуки. Литенежи прям по ходу чемпионата видно добавляют. О, кстати, Дима Жилинский заработал в этой игре самые, наверное, легкие в своей жизни полмиллиона. Клянусь, клянусь, полмиллиона рублей, я даю, если это пол признает коллегия. Нет, нет, полмиллиона. Да не надо тебе, я тебе даю. Я тебе даю, клянусь, при всех сказал. Наверное, все судьи позавидовали. Такой белой завистью. Литенежи очень здорово начали, на минут пять такого давления, там, чуть, может, меньше, и все это вылилось в такую голову Исаченко, он немножко, конечно, случайный. Ну, еще раз говорю, что начало от Литов было прям впечатляюще. Они давили, давили, там, несколько головых, давление хорошее. Дальше понятно, что броволки игру выровнили. Ну, курьезный гол, да? Да, да, курьезный. Удар не получился, он причем сам это признал, что во время удара понял, что как мне все это плохо получилось, а вот и даже все... Как обидно, да, иногда удар получается, и там какая-нибудь крестовина, иногда удар не получился. Вот, по идее, это такой гол, Алишер должен был забить, зная все его истории, мне кажется. Алишер в этой игре, кстати, по-моему, вот как раз, опять там с 30-ти чуть не забил. Броволки немножко там игру, естественно, выровняли, начали создавать моменты, но и Летенджи тоже, там, где-то на быстрых атаках, выбегали. В целом такая, можно сказать, равная игра получилась. Мне нравится у Летенджи, в хорошем смысле, такая агрессивная игра. Да, да, они не отиживаются от обороны, и, конечно, это здесь приветствуется. Ну, и, соответственно, когда команда с ними играет, там, практически чистых мячей нет, все в борьбе, все в борьбе, все в борьбе. Вот, и это такой стиль, ну, у них и полузащита в целом такая. Хорош, вот, в втором тайме Броволки в начале, за счет, в общем, очень хорошей передачи здесь. Вот она просто, вот, Мазурш видой забрасывает. Пенальти чистейшая рука, ну, как по мне, здесь она была, понятно дело, трактовка верная. Ну, и в целом она, я считаю, что обе команды, ну, как бы, ничего не наиграли, потому что момент там, момент там, никто никого не поддавил. Вот Морозов еще очень хороший. Очень хороший, да, да. У Литен же защитник, мне тоже нравится. Ну, он из проффутбола. Часто такое бывает, что сборовки кажутся одно, а по факту... Ну, у нас даже в чате некоторые футболисты, причем в двух чатах, которых я состою, были мнения, что это все-таки не фолл, типа, говорят, что он пытается сыграть, не у этот, а этот напрыгивает на него уже сверху. Вот. И такое мнение может быть, но... Ну, по моей трактовке, это все-таки блокировка. Да, скорее всего, да. Блокировка, как это говорится, нет попытки сыграть... Да, да. Он, если бы это в плечо было, он просто не дал ему перерезать. Ну, 500 тысяч, это, конечно, прикол такому потерять. Вот черный, несмотря на это, весь матч практически играл полный без замен, несмотря на их конфликт. Ну, кстати, с Александром Шуковым, футболистом нашей команды, очень известным прошлым футболистом российском обсуждали это, и он говорит, что вот если подойти и жонглировать, ну, это там 80-90% гол. И вот этот момент, наверное, не убедит его в другом. Если бы забил, все бы кричали, вообще лучше буллит. Этот мне более понятен, чем буллит Забивалина. Когда он там просто дошел, да, это 100%. Тут просто не получилось, но в целом логика поняла. Не забил, но все равно литы по буллитам выиграли. Это, кстати, четвертое поражение броков именно в серии буллиталити. Это будет даже просто невезение, наверное, можно объяснить, потому что даже если тренировать, не тренировать, на четыре раза, часы где-то случайно можно даже выиграть. Ну, тут просто еще серии по три удара, три удара, это вообще одна ошибка, считай. она долго была, потому что там ошибка, она ошибки была. Но у литов еще очень, помимо того, что команда в целом хорошая, очень, мне кажется, в их сторону влияет положительно то, что они все время на москвиче большом играют практически. Конечно, антураж. Ну, и нет такого, что скачут с поля на поле, как брокки. В Одинцову сыграли, сыграли тут, сыграли там. На маленьком москвиче не играли. На малом москвиче, да. Литы, по-моему, первый тур в Лужниках и дальше все на большом. Ну, это... Это большой плюс. Да, ты привыкаешь к этому. Конечно, конечно. И очень... Ну, это такое преимущество. Ну, литы, на самом деле, по сезону прям прибавляют, видно. Они в начале, понятно, по составу, по всему. То есть они так более сбалансированным становятся, поэтому... Ну, и по составу прикольно, что все-таки так мне... Если уж, на мой взгляд, если уж берете футболистов, прикольно брать футболистов, которые в этой лиге еще не были, чтобы там открывать какие-то новые имена, а не команда, где игроки по 8 клубов сменили, туда-сюда походили, вот, и из таких и набирают. Ну, как Сахалинец был как раз, когда пришли, просто собрали со всех команд, якобы медийных, и играли этим составом. Вот пусть лучше, мне кажется, так, потому что вот смотришь, вот Морозов хороший, там какой-то Хайрулин хороший, эти трио бородатых мужчин. Трио центра, они по-настоящему. Да, 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 да. Яркая, вот. Ну, интересно, интересно, команда, посмотрим, что в поле будет. Аброуки, на самом деле, ну, никому по игре не уступает, со всеми плюс-минус рано, где-то с преимуществом, но еще вот четыре игры по билитам проиграли, у меня сейчас 10 очков, игра с Амкалом, поэтому тоже так. В силу регламента они играют со всеми сильными, ну, так скажем так, не без проблем набирают очки. По Броукам вообще непонятно, если честно, потому что состав у них сильный, индивидуально сильные они, сыгранные, особо матчи они не проваливали. Ни одного плюс-минус. Да, несмотря. Провалов точно не было, где-то чуть хуже, чуть лучше, но на каком-то стабильном уровне с вами играют, ну, как и в том сезоне было, у них не было каких-то феерий, но они, ну, наверное, кроме финала там они... Ну, тут, наверное, феерия была все-таки по игре, игра с десяткой, именно по-футбольному, очень красивая, Броук игра, это их лучшая игра была, но провалов действительно не было, и непонятно, что с командой, то есть они как могут, например, проиграть Амкалу и улететь там далеко вниз, так и выиграть, и могут чуть ли не напрямую в боку попасть, потому что по составу, по всему очень... Да, кстати, у Броуквы была очень хорошая игра десятка, да, напомню, она там, она прям так особняком стоит, кладь и ворота, может сказать, что по Броуквам, Броукв бы я точно не списывал, точно не говорил, что это для них провальный сезон, ну, проигрывает по буллитам, по Конокии, ну, лучше сейчас по буллитам проиграть, чем... 100% Вплейвов потом, вот, в плейвов они единственные буллиты выиграют и выйдут в боку, например. Движемся дальше, у нас по порядку Титан, чисто Питером, Титан, здесь играли в принципе с преимуществом, таким достаточно заметным, но чисто Питер, они на всем плюс-минус тоже во всех играх не отсиживаются, имеют моменты, хорошая такая игра получилась, ну, Титан побольше моментов, побольше давления, они больше на мяче были, в первом тайме, но в первом тайме как раз не удалось забить, хотя моменты были и достаточно неплохие, там не добил сейчас Алмаху, здесь у Коржа момент хороший, но Титан хорошо играл с преимуществом. Ну, это еще две команды, которые очень стабильный состав у них, если посмотреть последние там, три сезона, мне кажется, он поменялся процентов на 20, что у тех, что у тех, вот, и это, конечно, тоже преимущество в сравнении с командами, которые за неделю собрали. Они, так, по кирпичикам, там 2-3 человека добавляют, например, Титан, и, конечно, за счет стабильности состава, в принципе, у нас такая же история, мы, кстати, по 2-3 человека добавляем стабильность, и люди друг друга знают, привыкают, это большое преимущество. Ну, и, как правило, костяк, если есть, даже скорее тяжелее войти новым игрокам, ну, как у Тудроц, например, костяк с первой сезона есть, и я много раз писал, что они по-прежнему самые сильные в команде, какие бы новые не приходили, ярче, там, лидеров тяжело себя показать. Вот он стандарт, такая прям классическая штука, но она редко проходит в играх, тяжело натренировать, с двумя пропусками. Это круто. Да, это круто. Это обычно на ЛФЛ такие голубые. Да, где маленькие расстояния, где покатил, да. Это чисто ЛФЛ на голос углового, классический. Титан мы знаем по ЛФЛ, они там чемпионы, по-моему, всего, что можно. Ну, сюда это перенесли, немного своей истории. Чистый Питер в конце создал такое хорошее давление, но до голевых моментов не дошло, но так подавили, дали понервничать Титана немножко. Ну, а так, в принципе, по мне, достаточно заслуженная победа Титана и Медведева. Вот вывеска очень хорошая. Десятка с Родиной следующая. Здесь Десятка, ну, прям, как и предполагалась эта игра, Десятка была на мяче, создавала моменты, а Родина, в принципе, плюс-минус в своем ключе. Они так, они особо и не переживают, когда они играют без мяча, они хорошо выбегают в быстрые атаки. В принципе, в этом ключе эта игра и прошла. Десятка так давила, больше на мяче. Попадание в руку, ну, попадание в руку, опять же, это трактовки. Даже я могу сказать, в естественном положении с Рикошетой. Как она там не стремится вверх, да? Да, 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 не стремится вверх. Я уже трактовки узнал за эти два сезона. Не увеличивает площадь. Чем хороша медиалига? Ну, я хотя бы понимаю трактовки, которые здесь. Я работаю параллельно в системе Родины, в команде на Родина М, вторая лига. А вот там судья просто не дает пенальти, и к нему впервые, ну, условно, пенальти. У нас сейчас вообще был, с Спартаком играли, с Молодежкой, в Спартак 2 команда. Нам не засчитали, нет, нам засчитали безумнейший гол. Мяч перед собой, вратарь отбивает, мяч где-то за метр за линию падает. Он выловит, засчитывает. Мы впервые подходим, я и Саша Шипов. Подниматься. Вайцеховский в створ, и уронил мяч вратарь, но добежал. Добежал. Судья показывает на центр, что ли? Побежал Мешков общаться со своим помощником, и так Карпенко сначала падает, выносит мяч футболисты в родину, вратарь роняет, но я ничего не могу сказать. Мы говорим, ну объясни, посмотришь потом же, небо уголовном по красной. И он не объясняет даже. Опять красный. Опять красный, это непонятно. Я думаю, может быть, в суде есть какое-то сарафанное радио, что давай Смирнова удалять по приколу. Это просто никто не узнает, потому что у нас в медиафутболе это все афишируется. И я говорю, чем хорошо? Но здесь хотя бы я знаю их трактовки, они объясняют мне, чем они руководствуются, когда принимают то или иное решение. Вот у нас во второй лиге просто, а я так увидел. Вот они так, у нас мы в Калининград поехали, три пенальти. Я так вот увидел эпизод. Я художник и так чувствую. Да, можно так сказать. У нас в игре с Тудроссел не показали момент с офсайдом в втором голе. Там, можно даже вернуть, там человек, гауч выходит из офсайда, но по какой-то камере это не видно. Но не видно именно линию не провести. Если больше повторов нет, тогда все, это гол. Других камер не существует? Нет, если есть еще камеры, я готов смотреть. Бля, ты же слепой видишь, что один за другим опаздывает. Ну что, нет что ли? Если еще есть камеры, вопросов нет, я посмотрю. Саня сказал, что гауч вне игры. Гауч вступил в игру. Но Саша не поднял. Но надо у него спросить. А вот еще одни подробности. Саня, это ассистент главного арбитра Александр Раковский, сказал, что гауч вне игры. Но флаг почему-то поднят не был. А это, собственно, является важнейшим показателем в работе ассистента главного арбита. То есть для него казалось, что этот момент, соответственно, не такой был быстрый. И, ну, можно, значит, не поднимать в данной ситуации. Сейчас все не поймут, что значит быстрее. Понимаете, когда есть положение вне игры, потом мяч куда-то переходит, куда-то улетает далеко, да, можно не поднимать здесь вне игры, можно продолжить игру. А здесь в данной ситуации развитие атаки присутствует. Помощник уверен, что положение вне игры все, по-другому никак не может быть. Да, но там видно, что он за спиной. И он говорит, а вы знаете, я не вижу на этом повторе, что он из офсайда выходит. Ну, я ему говорю, ты хотя бы скажи, что ты не можешь там линию, что это не разобрать. Но всем видно, что он из офсайда выходит. Там игроки даже дротс понимают, что выходит из офсайда. Но он говорит, вот как правильно ты говоришь, на черное, на черное говорят белое, да. А я здесь не вижу на этом повторе. Причем все это видят, вот просто видят на большом, еще на москвиченном, на большом экране все видят. Ну, скажи, да, ошибся, судья, уже все, нельзя переиграть, ошибся, зачем оправдывать красную карту? Мы не обсудили этот момент, потому что он не был в разборе, или, может, мы там прокрутили его, но там даже Камил завелся, насколько он так, он редко заводится, например, ты говоришь, заводится по делу. Он говорит, ну, он подходит к арта, видимо, говорит, Дим, посмотри на табло, твое просто мнение, скажи, он был в офсайде или нет? И Дим даже ничего не ответил, потому что все видят, что он выходит из офсайда, ну, а судья говорит, типа, ну, там, я вижу так. Здесь очень хороший момент у Родины, на ней выбегали, создавали моменты, ну, понятно, Десятка была больше на мяче, но, опять же, повторюсь, Родина это никак не напрягает, она часто играет, ну, в основном, в таком среднем блоке, отдает мяч и пытаются за счет быстрых атак. Здесь очень хороший момент у Десятки. Да тоже Родину чуть похвалить хочется, весь этот сезон говорили, что чуть ли не слабейшая Родина за все сезоны, до этого и по составу, и по этому, и чуть ли не сильнейшая Десятка по составу, и по всему этому, а в итоге, ну, не сказать, что ФК-10 их в одну калитку выносить. Почему-то вторая игра, и они так плюс-минус равны. Да, да, да. Плюс-минус равна игра, и по результату победы, и, ну, там, ничья в первой игре у них была. Давай теперь перейдем к голу, который вызвал много споров. Вот здесь ФО, который в принципе, наверное, так и с повторяю посмотреть, он, наверное, скорее да, чем нет. Наверное, был. Ну, здесь шикарный исполнение, конечно, Шакира. Очень хороший гол тут защитника, конечно, повело в сторону. Топ. И, опять же, трактовки, которые сейчас мы на повторе посмотрим. Да, видно, что он в мяч не играет, но, опять же, судья решил так. И этот гол, с которым пришел с этого момента, решил исход матча в пользу Родины Медиа. Первая игра Амкала без Васи Маврина в стартовом составе за долгое время. Дебют Давида Попекяна. Игра на потрясающем стадионе в Красногорске. Он действительно хороший? У меня был там. Я там три раза играл даже. Газон как? Как сейчас, не знаю, но нормально. До этого говорили бетон, но вот мы играли на первенстве Красногорска. Я на позиции нападающего бегу. Первенство Красногорска звучит грозно. Нормально, и картинка прикольная, свежая. Очень красивая, да. Свежая, но вечером особенно. Вечерние матчи просто топ. Вот. Что это? Толчок в спину. Степа, две ноги в воздухе, насколько я понимаю, правильно же? Да. Обе. Толчок в спину. Явный, ну, пенальти. Как это можно по-другому назвать? Ну, ты помнишь, если не ошибаюсь, что в финале Тудроцамкалб такая же ситуация была, так же не дал. И тот же судья. Тот же судья, да? Тот же судья. И так же аттрактовка была, он так же не дал, в принципе. Но тогда все признали, что это ошибка. Ну, это хотя бы есть системность этого судья. Он это не считает за пол. Ты слышал формулировку, почему он сказал? Нет. Вот, про черный говорит белый. Он говорит, да, это элемент оттирания. Оттирание прямо? Элемент оттирания в разрешенную часть спины. Ух ты. Элемент оттирания. Ну, хотя бы формулировал свои решения. Ну, элемент оттирания, это шикарное выражение. Это сильно. Элемент оттирания. Просто, ну, типа, вот, он принял, что это не пенальти. Ему на варе надо объяснить, что это не пенальти, а он говорит, элемент оттирания. Ну, здесь Томкал, конечно, был, ну, прям сильнее на голову, на разных скоростях. если в первом тайме ещё Демедиа как-то справлялась, где-то там Амакал, шикарнейший гол. Шикарнейший гол просто. Да даже не только удар, разыгранный просто чётко. Да, самая комбинация шикарнейший. Двели до удара, и... Ряба протащил, Стёпа скинул, Давид. Ну, это очень красиво. Да, согласен. А во втором тайме, ну, Демедиа как будто не то, что перестала бегать, там просто даже по голам, которые они пропускают, это было там... Они там выбегали 3 в 1, если ты смотрел... Да, да, и мне казалось, что за второй тайм там Амакал мог 14 забить, если бы хотел. Если прям сильно надо было какую-нибудь разницу делать, да-да-да. Там чуть дальше пойдут эти голы, здесь пока там плюс-минус какие-то, они хотя бы игровые были. Сильные, да. Вот это, кстати, очень классно подстроился. Иногда бывают навесы какие-то, когда... По-моему, у Прошлякова в какой-то игре, возможно, с вами был момент, когда просто он не подстроился и в пустыне забил. Вот тут горявый гол как будто, но прикольно, что он решил головой бить. Да, сложился топовый, согласен, подстроился под этот мяч. Тут понятное дело, что Амакал в конце исполнял шикарно. Ну, просто сами атаки выбегают, защитников уже нет. Вот это напоминает медийный футбол, который был, мне кажется, несколько лет назад. Ну, как будто банка защищается, да? Такое поорганизовывание. Вы тогда оборонялись, когда с родины в концовке, там такой был какой-то хаос пошел. Как будто 9 человек на поле, да. 8 даже, 8 полевых. Да, мир в конце вышел, сделал легенду. Он же легенда Амкала считается, я так понимаю. Амкала, банки, ФК денег и московская торпеда. Он везде утверждает, что он чемпион второй лиги, но это никто проверить не может. И полуфиналист Кубка России. И он сам себя назвал легендой торпеды? Да, да, он говорит, что на восточной, там его все знают. Ну, вот тут... Я просто вырос на восточной и... Его не знают. Ну, в мое время его не знали. Вот тут, справедливости ради, Назар падает, и хоть и взяли челлендж, но и Назар говорил, что не было пенальти, и Вася Маврин, по-моему, говорил, что не было пенальти. Вот тот случай, когда просто взяли челлендж из-за того, что это не концовка игры. Еще один мой. Вот это как красиво. Я так люблю такие подсечечки. Исполнение шикарнейшее в конце. Прикольно, что Де Медиа до этого три тура подряд не пропускали, и сейчас семь. Да, кстати, они же там, я сказал, победная серия у них была. Да, да, три подряд. Как плохо они играли на выезде, причем, там, в быстрые атаки убегали. И последняя игра в нашем списке, это Rocket Team Slot. Она и по хронологии была последней. Первая победа в статье Rocket'ов, если не брать Ирис Банк, если не брать отдельный турнир этот. Но состав, честно, я посмотрел состав Rocket'ов, и для меня это, ну, не в обиду, я просто понимаю, что они тоже быстро команду собирали. У меня ощущение, что оно просто собрано из, вот, типа, есть Логашов, Кудряшов, Марков. Типа так рандомно совсем. Да, 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 в премьер-лиге 900 матчей на трои. Да, 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 я понял, я понял. Есть Надха, который... Который там на рынке есть? О, Надха, надо брать. Да, О, Надха. Да, есть вот из Молдавии привезенные, вот, или Молдовы, извиняюсь, если я правильно сказал, два игрока. Есть Салим на нападающих, который, да, есть вот этот парень, который там в броках был, потом не был. Ну, короче, как будто состав, непонятна логика набора команды. Вот по игрокам. Я понял, о чем. Такая рандомная история. Мне кажется, это просто промежуточный этап. Они не успели сделать все, что они хотели, Игорь и Артем, и это промежуточный этап мы наблюдаем. Ну, а у Лотоса первая игра под руководством Аслана Маратовича Гатагова. По результату, конечно, понятное дело, что не очень хорошее, проиграли 0-3. По игре достаточно равная игра, Лотоса мог забивать, мог пропускать. Ну, видно, что Маратович немножко хочет изменить его, сделать, потому что Лотос был такой немножко бесшабашной командой, они бежали вперед, создавали моменты, где-то в ущерб в обороне, не хватало баланса. Видно, что Маратович, естественно, атакующие хочет оставить и немножко сбалансировать. Там даже по подсказам в игре было видно, как он там четверкой это управлял полузащитником, какими-то двумя линиями управлял, пытался. Даже интересно, что из этого получится, честно говоря. Ну, первая игра, результаты, первая игра, конечно, неудачная. Я тут тоже, как и первая игра сверхудачная, так и первая неудачная. Вообще никакие бы выводы не делал бы. Это 100%. За неделю точно ничего нельзя, как бы свои принципы их можно только объяснить. Но понятное дело, что команда их пока будет воспринимать. Да, потому что, еще раз говорю, что из всех атакующих команды сделать более сбалансированную, это, я так понимаю, задача Маратовича на ближайшее время. Ну, в Лотусе, мне кажется, у него еще... Ой. Да, это шикарный момент был. В Лотусе, мне кажется, очень много знакомых с Асланом Маратовичем игроков. Да. По басу, там уже тот же Карл, тот же Араз. Каджик. Тот же Каджик, да. То есть ему тут, по идее, должно быть попроще. Моменты были обоюдные там и там. Лотус мог сравнивать, оказал в какой-то момент очень хорошее давление. Там поддушили, давили, но Рокеты в этот раз выстояли. Ну, это плюс-минус равные команды, мне кажется. Да, мне то, что кажется, да. На данном этапе точно это плюс-минус равные. И вот здесь потери в центре, и гол красным мячом. Ну, у него удары хорошие, дальние. Он нам также забил, отменили из-за нарушения. Ну, и в целом очень рад, кстати. Закрывает вопрос о победителе в этой игре. Да, да, да. Рокетов с первой, еще раз говорю, с первой победы не на банк, потому что, ну, давайте так, с второй победой в сезоне. Они включаются в борьбу за плей-офф. Ну, да, вот. А Светлана Маратовича, условно, терпение и удача. И у них сразу же матч ответный. Да, кстати, это еще будет очень интересно. Так что посмотрим. Но у Лотуса тоже четыре поражения подряд. Вот, я говорил, что нам неприятно. Мы начали с двумя победами. Да, а представляю, как Лотусу неприятно. Четыре поражения подряд, учитывая тренировки, учитывая все. Но интересно, интересно. Но и Рокеты могут, конечно, вырваться из-за спин и в плей-офф ворваться. Мне кажется, если Рокеты останутся на следующий сезон, и там у Звездина, и у... Будет время. Больше времени. Просто сейчас, пока это еще часть от денег осталось. И вот увидел, что Черчесов забил, это шесть денег, чувак. Вот, так что действительно, это такой сейчас небольшой франкенштейн, собранный отовсюду. Ну и, по-моему, там многие говорят, что они сами пока еще не ощущают себя особо прям командой. Коллективом, скажем так. Да, да, да. Вот, футбол-то понятно. Голы все забивать умеют. Фил, спасибо большое тебе, что пришел к нам в гости. Бул, с тобой было очень интересно, познавательно. Спасибо, спасибо. Удачи вам в двух последних играх. Да, надеюсь, не мешал вам разбирать игры. Нет, мне очень интересно твои видения, честно скажу. Матч с Титаном, смотрите нас, болейте. Вам тоже удачи. Спасибо большое. Без удалений или с удалениями. Уже фишка, может быть, да, может где-то это и плюс идет. Уже фишка. И в плей-офф любую команду, кроме подраться. Спасибо. Дорогие зрители, всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, комментарии. Мы все читаем, все смотрим. Всего хорошего вам. Поддержите начинающего блогера. Спасибо. Все.